Всем hi! Сегодня я покажу, как устанавливать модпаки для Майнкрафта и просто моды обычные. Так, первое, что вам понадобится, это приложение от Курсфордж. Его можно отменить с официального сайта, оно бесплатное. Заходим в Курсфордж. На главной странице мы выбираем Майнкрафт. Потом, если вы хотите модпаки, выбираем Бравс. Тут очень много модпаков. Если вам нужно что-то другое, выбираем Дисковые. Вот модпакс, модс, ресурс пакс, шейдерс. Ну, тут вот, короче, вот все есть остальное. Сейчас мы будем устанавливать модпак. Вот, выбираем, допустим, вот этот любой. Я уже скачал один, покажу вам на примере его. Вот, смотрим сразу, какая версия нужна и через какой модлоудер это будет загружаться. После устанавливаем его, он появится в MyModpacks. Вот, сегодня мы попробуем установить вот это вот, RealCraft. Вот, он уже готов. Смотрите, Play не нужно нажимать, потому что, чтобы играть через Курсфордж, нужен оригинальный лаунчер Майнкрафта. У нас его нету, мои пираты манючие. Так что открываем Open Folder. Нажимаем Ctrl-Shift-Ctrl-C. Выходим. Открываем свой лаунчер. У меня это Legacy Launcher. Теперь выбираем нужную версию. И должна быть, скорее всего, Forge. Потому что Forge Optifine, скорее всего, не запустится. И там, и во многих мод-сборках есть сам встроенный Optifine, который может запускать шейдеры. Так что он нам не нужен. Просто вот. Forge 1.12.2. Сначала устанавливаем его. Ждем, пока откроется, потом закрываем. Вот он открылся. Ждем, пока загрузится. Все. Версия загружена. Выходим. Теперь нажимаем три полоски. Настройки лаунчера и игры. Вот здесь у вас будет папка игры. Заходим сюда. Здесь будут у вас по умолчанию не использовать отдельные папки. И вам нужно поставить отдельную папку для каждой версии. Выбираем и сохраняем. Теперь открываем папку Forge 1.12. Чтобы не высвечивалось никаких ошибок, я рекомендую просто выбрать сразу все. И только потом нажимать Ctrl-B. То, что высвечивается, заменить, все заменяем. То, что можно, то, что нельзя заменить, пропускаем. Заменить файлы в папке назначения. Все. Теперь обновляем, закрываем, обновляем еще раз. Теперь закрываем сам лаунчер. Еще раз запускаем. Еще раз обновляем. Теперь запускаем. Все. Сборка загружена. Вот моды. В принципе, у меня он залагал. Так что... Следующий способ. Так, следующий способ. Следующий способ это как устанавливать отдельные моды. Я вам покажу на примере другого сайта. Потому что на курс Forge мне это не очень удобно делать. Потому что нам нужен будет сам Forge. Допустим, я хочу скачать мод, но MoonJar, это хоррор мод, на сборку 1.20.1. Запускаем лаунчер. Выбираем версию, которая нужна. Вот Forge. Я его уже установила. Также не забудьте выбрать отдельную папку для каждой версии, если вы не пользовались первым методом. Загрузите, потом закройте. И опять откройте. Теперь заходим в браузер. И пишем. Вот, я обычно пользуюсь вот этим сайтом, но этот сайт тоже неплохой. Нормально себя показал. Но я обычно здесь скачаю, так что вот. Заходим, тут все написано, как установить новую мод, MoonJar. Скачай и установим Minecraft Forge для 1.20.1. Пишем. Вот, заходим на официальный сайт. Install. Понятно. Эррор высветился, такого не было. Ну, короче, у вас тут начнется загрузка, отсчет и появится кнопочка Skip. Нажимаем Skip и устанавливаем. Потом перемещаем его на рабочий стол. Мне так удобнее делать. Вот он у меня. Теперь заходим в новую мод, MoonJar. Что тут написано? Скачаю установить Minecraft Forge, Neo Forge. Скачаю установить Geekko Lib. Без Geekko Lib он не запустится. Поэтому сначала качаем вот это. Для нужной версии. И не забывайте, что здесь должно быть написано Forge. Поняли, короче. И теперь устанавливаем. Открываем папку Bots. У меня тут уже все ставит. Вот. Forge Installer. Нажимаем два раза. Там будет установить. Вот. Forge Installer. Инсталл клиент. И окей. И ждем пока полностью загрузится. У вас появится вот эта вот фигня. Вообще, я советую сначала установить Forge. Когда он появится, перезапустить, открыть, посмотреть, что Forge работает. И только потом. Открывать папку Mod, закидывать сюда. No MoonJar. Ну, сам основной мод. И Geekko Lib. Сначала Geekko Lib, потом No MoonJar. Если вы хотите установить шейдеры, потому что на 1.20 нету шейдеров. Нету самой. Ну, короче, оно не откроется просто с Forge Optifine. Если вы захотите. Поэтому нужно скачать Optifine на версию 1.20.1. Вот. Заходим на официальный сайт. Качаем. Также вытаскиваем его на рабочий стол. Ну, я так всегда делаю. Допустим. 1.20.1. И перекидываем в папку Mods. Потом, опять же, перезапускаем. Закрываем. Открываем заново. И теперь закрываем. Ждем. Еще раз. И запускаем. Все. Заработало. Byeru here. Вот моды. Все моды работают. Настройки. И теперь заходим в настройки графики и видим шейдеры. Можно выбрать любые шейдеры. Ну, конечно же, закинуть их предварительно. Как установить шейдеры, я могу еще раз вам показать, если вам надо. Вот. Открываем папку. Папка Forge. Теперь, когда мы добавили Optifine, здесь должна появиться папка Shader Packs. И просто вот, качаем в том же курс Forge. Том же курс Forge. Вот Discover. Shaders. Заходим в шейдеры, устанавливаем любые. Вот заходим сюда, устанавливаем. Чтобы установить, нужно выбирать профиль. Можно создать новый профиль для шейдеров, можно выбрать старый. Я обычно создаю сам профиль Shaders и просто туда каждый раз кидаю шейдеры. Вот. Потом, вот, допустим, Shaders. Где у меня шейдеры? Также заходим в фолдер, выбираем Shaders, Ctrl-C, открываем папку и вот здесь Ctrl-V. Все. Все работает.